Мы зажигаем жмых и мусор на наших дачных участках. Точечные костры редко врезят. В отличие от масштабного мусоросжигания, в планах Ростеха построить около 30 мусоросжигающих заводов в стране. Это позволяет сделать закон, который приравнял сжигание к мусоропереработке. Экологи протестуют. Этот способ во всем мире уже признан небезопасным. А еще это не переработка, а уничтожение ресурсов. Она неэффективна, она не решает ни одну проблему. Она крайне дорогая. Она вводит те регионы, в которых строятся мусоросжигательные заводы, практически в финансовую кабалу и в долговую яму. Она экологически небезопасна. Проблему полигонов не решают, потому что, когда мы сжигаем мусор, у нас от 30% общего объема мусора еще остается шлак и зала, который тоже нужно где-то захоранивать. По словам экологов, за масштабным строительством мусоросжигающих заводов стоит два фактора. Ускоренное выполнение плана по нацпроекту «Экология», в рамках которого до 2024 года нужно переработать 36% всего мусора в стране. И прибыльность предприятий. За сжигание мусора заводы будут получать большие деньги. Из кошельков налогоплательщиков. Сейчас начинается строительство мусоросжигающего завода под Казанью. Это завод мощностью 550 тысяч тонн. И стоимость его строительства только 28 миллиардов рублей. У нас на Алтае образуется примерно 780 тысяч тонн, те, которые могут являться сырьем. То есть у нас прям много этих отходов. А расходная часть бюджета Алтайского края 118 миллиардов. Готовы жители практически пятую часть всего бюджета платить за то, чтобы сжигать мусор. Мусоросжигание уничтожит раздельные сборы, вторичную переработку, говорят экоактивисты. Эти предприятия нацелены забирать 85% всех отходов. При этом продукты сжигания опасны. Так, пластик выделяет диоксины, которые вызывают онкологию. Общественники собирают подписи для пересмотра закона. Они уверены, лучше запретить производство неперерабатываемой продукции, чем сжигать ее. Предложение содержит три пункта. Это запрет на использование одноразовых неперерабатываемых товаров. Это запрет на сжигание. И это введение ответственности чиновников, которые, несмотря на то, что в нашем законе прописана определенная последовательность действий с отходами и предотвращение там самое раннее, самое верхнее и приоритетное, несмотря на это, чиновники пишут такую нормативно-правовую базу, которая продвигает мусоросжигание. Мусоросжигающие заводы хотят строить в городах населением от 500 тысяч человек рядом с туркластерами. Барнаул пока в список этих городов не входит, но имеет все шансы. Местный полигон переполнен. Мусоросжигание в иерархии борьбы с отходами по закону стоит на последнем месте. Но пропаганда этой технологии выдвигает этот вредный, но прибыльный метод практически на передовую. Проголосовать против можно на сайте Российской общественной инициативы. Для того, чтобы петиция попала к федералам, до конца года нужно собрать 100 тысяч голосов. Полина Жданова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.